друзья день добрый я хотел бы с вами сегодня поговорить на тему выбора варочной поверхности я физически сейчас не нахожусь в украине или в россии поэтому как вы знаете не могу пройтись по прилавку но тем не менее я хотел бы сегодня с вами поговорить об чертах которые очень сильно влияют на выбор почему я как бы не очень люблю ходить по знаете конкретно показывать на модель потому что это чисто теоретически вот эта модель хорошая друзья эта модель хорошая вы сможете понять только через три четыре пять шесть семь лет когда она не будет ломаться с ней все будет хорошо вот тогда она будет хорошим но к этому времени она исчезнет с рынка поэтому все варианты вот берите сегодня эту модель она самая классная это знаете чисто теоретически теоретическая вещь как там идеальные кругообразный конь гоняющий в вакууме как в том анекдоте вот так и здесь но общая тенденция естественно при выборе варочной поверхности есть какие то мы сейчас не будем разбирать например то индукционный индукционный предположим вы смотрите на линейку я просто хочу вам помочь с выбором нельзя сказать вот конкретно вот эту модель берите эту не берите ну может иногда и можно но смысла в этом особо большого я не вижу поэтому смотрите предположим у вас есть варочная поверхность давайте их условно разделим на три категории ну не на три категории на ценовой категории тоже там 200 300 там и 600 долларов да ну может быть и выше есть естественно выше мы берем такие как бы средний ценовой категории бюджет может быть до 150 зайдете я не знаю но я вам крайне не рекомендовал вот смотрите вы то есть какая разница знаете это греет это греет и там размеры одинаковые там размеры одинаковые там кнопочки там кнопочки и какая разница какую же выбрать думаю что наверное возьму то что подешевле она будет полу она дешевле если что сломаются куплю еще раз как бы не очень купить но на что обратить внимание первое на то что когда она у вас сломается то есть я бы рекомендовал все-таки брать бренды то есть я не знаю там электролюкс бош не знаю там может сименс взять там даже ту же пирамиду если она у вас есть в регионе почему потому что если она у вас сломается или когда она у вас сломается особенно это связано со стеклом то понимаете если вы не сможете достать на нее стекло она у вас превращается в одноразовую то есть понимаете это купить мобильный телефон у которого экран будет жутко приклеен в материнской платье уронили телефон выкинули треснуло стекло все выкинули телефон ну я просто аналогию хочу провести то же самое сварочная поверхность когда трескаются стекла друзья это большая проблема то есть найти обратно стеклу во первых она не дешевые стоит от 30 до 70 процентов стоимости всей варочной поверхности во вторых если у вас в регионе нет там где вы живете мы не говорим о больших городах там киев москва одесса харьков там за волгоград днепропетровск петербург и так далее то есть там вероятнее всего это есть мы говорим как бы о там чуть-чуть поменьше городах и если вы не найдете запчасть к этой поверхности все она у вас стала одноразовую либо есть кто-то только под заказы это грубо рэм при этом четыре недели вы четыре недели будете без без приготовления пищи это нереально то есть обратите на это внимание берите бренд то есть который вы более не менее знаете либо который есть сервисный центр который не закончится существовать через два года второе на что вам следует обратить внимание вот тут как бы важно если вы берете в частный дом либо например в квартиру где подразумевается что это может быть у вас есть наличие двух фаз берите с разграничением на две фазы спросите у продавков консультант на то сколько она и уточните у вашего электрика если у вас такая возможность потому что даже если вы купите двухфазную вас квартире будет одна фаза все равно их коротнете это очень часто но в современных квартирах очень часто заводится две фазы в квартиру действительно две фазы а изначально они идут на варочную поверхность потому что например ее мощность может достигать семи с половиной киловатт на одну фазу это повесить нереально у вас просядет все поэтому она вешается на две фазы иногда даже на три трехфазные я вам скажу это редкость поэтому чаще всего чаще всего они идут двухфазные туда идет отдельный провод если ее можно взять двухфазные у вас позволяет подключение берите однозначно фазмы и даже не рассматривайте другие варианты по поводу эргономики там вот эти всех утятницы все остальное ну ну хотите взять там с этой утятницы я хочу посмотреть насколько вы часто будете ей пользоваться а переплатить вы за нее можете легко долларов пятьдесят шестьдесят поэтому по поводу если у вас есть возможность и ваша модель позволяет я вам по удобству по удобству рекомендовал бы такие где вы можете грубо говоря у вас там знаете как вот громко свой регулируете такая сенсорная панель если можно ее взять берите ее она проще и удобнее чем знаете когда вы нажимаете на плюсики на минусик и и у вас есть ну просто там ставите от 0 до 9 этот пока вы от 0 до 9 и наличие кнопки знаете иногда просто эти кнопки отсутствуют например полков то есть выключить вообще все либо кнопка макс то есть вы не ставите например на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и каждый раз нажимаете а то есть тупо включил выключил и есть еще такой момент как память не во всех парочных поверхностях она есть удачнее в той модели в которой вы покупаете помните ли она предыдущую настройку это очень удобно например вы привыкли работать чтобы она там работала у вас на семерке и следующий раз когда вы включаете она вам включит семерку понимаете есть такой момент эти тоже зависят от конкретной модели не просите меня назвать конкретную модель их очень много меня смотрит из украины из молдавии из белоруссии из россии из казахстана ребята у вас у всех разные рынки разные модели кому-то заводится что-то одно к другому этого вообще никогда не даже не слышали что есть такой бренд понимаете поэтому я вам хочу просто помочь в общих тенденциях выбора на что еще следует обратить внимание защита от детей это на любителя все остальное это уже как вы хотите если смотрите ваша поверхность будет толще и за счет этого дешевле бывают такие моменты не вести не во всех моделях то есть например на более тонкой я вам сразу скажу здесь она супер-пупер тонкая она будет стоить на 200 баксов дороже на 100 долларов дороже точно просто потому что она тонкая будет стоять две модели разница никакой одна будет более глубокая другая менее глубокая так что менее глубокая будет стоить дороже берите если у вас позволяет у вас там стоит духовка либо большое расстояние берите тушу толще все тут вопросов как бы нет просто за счет того что это более компактно это другая модель подключение к интернету наличие вай фай и всего остального новом в реальной жизни не нужно не переплачивайте за это деньги наличие гарантии и смотрите например можно ли если смысл брать дополнительную гарантию если у вас гарантия увеличивается с года до 3 вы доплачиваете до этого для для этого 15 процентов стоимости варочной поверхности берите если выше 15 процентов это спорный вопрос то есть если до 15 процентов например она у вас стоит предположим 300 долларов там я не знаю с каким-нибудь дополнительным т.о. она стоит 350 но уточните что туда входит например там сгорели блинчики или что-то еще потому что в большинстве из них не входит покрытие стекла ну это как бы вообще вряд ли вам кто-то это покроет поэтому уточните что без объяснение что называется причин поломки сгорели блинчики не работает то есть безусловная гарантия если она стоит 15 процентов и добавляет вам два года гарантии берите в принципе все вот это как бы основные тенденции для выбора варочной поверхности все остальное пробегаться про по моделям и по всем остальным это уже на любителя то есть иногда вы еще кстати на хочу напомнить что платите просто за дизайн за наличие каких-нибудь там знаков зодиака или чего-нибудь еще можете просто переплатить 50 долларов или 70 долларов просто за счет того что это будет стекло немножко красивее вот и все все друзья надеюсь вам был полезен если вам действительно было полезно ставим лайк колокольчик пишем комментарии ну в общем полный фарш все божьем во всем благословении и мудрости в выборе вашей варочной поверхности пока пока пока